Общий вопрос. Вопрос ко всему предложению, на которое можно кратко ответить да или нет. Начинается он со вспомогательного глагола. Итак, а начать свое объяснение я бы хотела с напоминания схемы повествовательного предложения. Все мы уже знаем, что любое повествовательное предложение в английском языке строится строго по определенной схеме. На первое место мы ставим подлежащее, потом сказуемое, а потом уже все остальные второстепенные члены предложения. И менять местами слова нельзя. Такой порядок слов, подлежащее, сказуемое и все остальное, называется прямым порядком слов. Когда же мы хотим задать вопрос, то мы меняем порядок слов. То есть на первое место мы ставим глагол. И не лишь бы какой глагол, а особенный, вспомогательный. Какой именно? В этом и вся сложность. И чтобы немного легче было в этом разобраться, я рекомендую следовать такому алгоритму. Итак, чтобы задать общий вопрос, мы, первое, переводим предложение на русский язык. Второе, находим грамматическую основу предложения, то есть подлежащее и сказуемое. Определяем грамматическое время предложения. Настоящее это, прошедшее или будущее. Сразу предвосхищаю ваше возмущение. Это же так долго, чтобы задать вопрос. Пройдет полчаса, прежде чем я построю вопросительное предложение? Да, поначалу будет долго. Но со временем процесс автоматизируется, и вопросы вы будете задавать легко и не задумываясь. Но прежде чем добиться такого результата автоматизма, нужно потрудиться. И лучше делать медленно, но правильно, чем все время задавать вопросы неправильно. Идем дальше. Итак, мы определили грамматическое время предложения. И смотрим внимательно на сказуемое. Если в предложении есть один из ниже перечисленных глаголов, то этот глагол и будет у нас использоваться в качестве вспомогательного глагола. То есть нам не нужны никакие слова-помощники. Мы просто берем этот глагол и выносим вперед предложение. К таким глаголам относятся. Глагол to be. Модальные глаголы. Can, could, must, may. Have и has в конструкции have got или в составе времени группы perfect. Глаголы would, should. Вспомогательный глагол в будущем времени will. Или отрицательные формы всех перечисленных глаголов. Итак, если мы видим такой глагол, мы его просто выносим вперед. Рассмотрим примеры. He is a doctor. He was a doctor. He will be a doctor. They were doctors. Is he a doctor? Was he a doctor? Will he be a doctor? Were they doctors? He can open a window. They should read it. She may wait here. Can he open a window? Should they read it? May she wait here? Ну, что делать, если перечисленных слов нет? Ну, что делать, если перечисленных слов нет? То нам нужно выбрать вспомогательный глагол. И здесь мы смотрим на время. Определяем время глагола. Если это present simple, то мы используем вспомогательные глаголы do или does. Does используется в третьем лице единственного числа. А в остальных случаях используем do. Рассмотрим примеры. Kate gets up at six o'clock. Смотрим на сказуемое. У нас это глагол gets. Видим, что здесь есть окончание с. Значит, оно как бы перебегает к глаголу do, превращая глагол do в глагол does. И получается, у нас вопрос звучит таким образом. Does Kate get up at six o'clock? Обратили внимание, что в вопросе уже нету глаголу get окончание с. Оно убежало к глаголу do, сделав его глаголом does. И второй пример. Kate and Bob get up at six o'clock. Здесь у нас Kate и Bob подлежащие, поэтому у глаголы get нет окончания с. И чтобы задать вопрос, мы просто впереди ставим глагол do. Do Kate and Bob get up at six o'clock? Третий. Past simple. То, чтобы задать вопрос, мы используем вспомогательный глагол did. Обратите внимание, для английского языка характерно однозначное указание на время. Что это значит? То есть, если у нас есть уже один показатель времени, в данном случае глагол did, то второй раз нам показывать, что это past simple, не надо. Поэтому глагол в вопросительном предложении будет стоять в первой форме. Рассмотрим пример. Kate danced yesterday. Чтобы задать вопрос, мы у глагола убираем окончание иди, а впереди ставим слово did. Did Kate dance yesterday? Kate got up late yesterday. Здесь у нас неправильный глагол, поэтому мы ставим впереди did, а глагол got меняем на глагол get, то есть ставим в первую форму. Did Kate get up late yesterday? Подведем итоги, сгруппировав правила в единое целое на примерах. They go to school. She gets up early. They went to school. Вы скажете, почему мы не рассматриваем остальные группы времен, такие как continence, perfect, perfect continence. Хочу сказать сразу, что в группе continence у нас всегда присутствует глагол to be, потому что формула группы continence звучит так, to be плюс глагол с окончанием inc, там мы выносим вперед глагол to be. А в perfect у нас формула звучит так. Глагол have плюс глагол в третьей форме. Там мы выносим вперед глагол have в соответствующей форме. И таким образом образовываем вопросительное предложение. Надеюсь, по-общему вопросу все понятно. Как же ответить на общий вопрос? Ответ на общий вопрос строится таким образом. Если мы хотим утвердительно ответить, то мы говорим yes, затем у нас идет подлежащее, обязательно в форме местоимения, и вспомогательный глагол. Если хотим дать отрицательный ответ, то no, затем подлежащее, плюс вспомогательный глагол, плюс слово not. Рассмотрим примеры. Итак, схема общего вопроса. Вспомогательный глагол, подлежащее, сказуемое, то есть смысловой глагол или основной глагол, и второстепенные члены предложения. А на этом все. Надеюсь, это видео было полезным для вас. До встречи в следующих видео. Bye-bye. Пока-пока.